Время Время – это категория человеческая, поймите, прежде всего, потому что если Бог вечен и бесконечен, то ему, конечно, понятие времени, может быть, только как теоретическое какое-то понятие, оно, может быть, ему нужно, а так никак не… Ему от этого ни горяча, ни холодно. Вот, поэтому это человеческое понятие, которое связано с тем, что мы познаем мир, и на познание выделяются определенные сегменты миропонимания. Вот эти сегменты миропонимания, по сути дела, дифференцируются во время. Ну, радуга – это, конечно же, энергия, но это еще и цветность мира. То есть мир можно воспринимать серо, будено, ну, как бы неинтересно. Вот радуга позволяет видеть мир в цветах, в разнообразии. И это, кроме энергии, такой эмоциональный еще, как бы, аспект восприятия. Кроме того, радуга – это мост перехода, если говорить, ну, очень точно с духовного плана оценивать, то это переход от нынешнего нашего состояния в следующее состояние. Мы идем по радуге завета, которую оставил отец. Это те энергии, которые мы должны были освоить, развить. Ведь спектр энергии не ограничивается радужно. Там ведь от нуля до бесконечности. Но нам выделен был спектр, который мы должны были освоить. Освоение этого спектра выстраивает мост перехода. Вот радуга в этом плане – это мост перехода. Да, конечно, какая-то подсказка в этом может быть. Но вам же надо найти звезду своей души. Это процесс внутренний. Вы хотите, чтобы кто-то со стороны ее нашел? У вас должна душа сама дать импульс, потому что у каждой души есть звезда. Вот она даст свой импульс к определенной звезде. Звезда, кстати, отзовется, потому что любая звезда имеет свой логос, то есть свою божественную структуру. И эта структура отзовется на ваш импульс, потому что если это дочерний ваш импульс, то это же родная для нее материя. Она, конечно, отреагирует. Но это процесс личностный. Встретиться с этой своей звездой, своей душой – это большое счастье. Оно случается, и если это произойдет, это усилит вас неимоверно, потому что вы будете уже не один, у вас будет еще и звезда вам в помощь. Сейчас очень большое давление информационное идет на сознание. Не все сознания этого выдерживают. Это надо развиваться. Вот опять наши занятия развивают эту память и открывают реликтовую память в том числе. То есть надо это делать. На занятиях устанавливаются очень мощные энергетические потоки. Попадая в них, вы попадаете, по сути дела, совершенно в новую информационную среду. Среду уже ту, которую сверху космос устанавливает. Потому что мы все переходим из альфа-ритма, это полусонное состояние, в бета-ритм, творческое состояние. А там уже не 7,8 Гц, а там уже доходит до 40 Гц в бета-ритм. Вы представляете, на каких уровнях должен работать мозг человека? И планета вся переходит на это. Уже ученые совершенно точно регистрируют всплески частоты шума. Оно отражает как раз именно это состояние. Уже всплески регистрируются весьма существенные. В 2-3 раза выше, чем частота альфа-ритма, которая на многие тысячелетия определяла уровень нашего развития. Она связана с головным мозгом, напрямую. То есть это состояние нейронов нашего мозга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова